Друзья, приветствуем вас на канале Крипто Коммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюс Блок Крипто. Норвегия конфисковала 6 миллионов крипто, украденных во время взлома аксии Infinity. Celsus не обеспечила запись примерно 7 тысяч внутрикорпоративных транзакций общей стоимостью на миллиарды долларов, которые привели компанию к банкротству. Биржа Binance приступила к выпуску стейблкоина TrueUSD, а цена токена True взлетела вверх. Еще одной угрозой для криптоинвесторов стала новая вредоносная ПО. Marketplace OpenSea обнуляет комиссии в битве за NFT-пользователей, которые ушли на новую площадку Blur. Япония запускает пилотный проект национальной цифровой валюты в апреле этого года. И российский Центробанк также планирует пилотный запуск национальной цифровой валюты в апреле этого года. По завершении выпуска с нами поделятся аналитикой по рынку Джордж Танк и Кевин Свенсон. Оставайтесь с нами. Полиции Норвегии удалось конфисковать криптовалюту на сумму в размере 6 миллионов долларов. Данные деньги были украдены у аксии Infinity в результате хакерской атаки. Ответственная за взлом группа хакеров Lazarus Group смогла отыскать уязвимость в безопасности блокчейн-игры Акси-Инфинити. Национальное управление Норвегии по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений сообщило, что данные средства являлись частью крупного взлома компании SkyMavis, разработавшей популярную блокчейн-игру Акси-Инфинити. Операция по изъятию средств, а также по предотвращению их отмывания и использования в преступных целях, происходила в сотрудничестве с международными партнерами, включая ФБР. Последнее время Северная Корея стала глобальным лидером на криминальной сцене в области крипто-преступлений. Один из самых крупных взломов за всю историю крипто произошел прошлой весной, когда из Рунинбридж, сайдчейна эфир, построенный для Акси-Инфинити, было выведено эфира на сумму 588 миллионов долларов и стейблкоина USDC на сумму 25 миллионов долларов. После проведенного расследования ФБР было признано, что за взломом стоит Лазарс Групп. Спустя несколько месяцев после еще одного крупного взлома на сумму 100 миллионов долларов, компания Elliptic Enterprises, специализирующаяся на ончейн-аналитике, выяснила, что и за этой атакой стоит тот же самый коллектив. Взлом стал возможным из-за уязвимости в Harmony's Horizon Bridge. Компания Celsius не смогла обеспечить запись 7000 внутрикорпоративных транзакций на общую сумму в миллиарды долларов, которые в конечном итоге привели к банкротству компании. Внутрикорпоративная претензия на сумму примерно 9,1 миллиарда долларов от Celsius Network LLC к Celsius Network Limited на основании бухгалтерского учета и сделанных записей, цитата, не принимает недостатки, имеющиеся в введении данного учета. В данном иске упоминаются около 7000 записей, произведенных в течение трех месяцев между двумя юрлицами, которые не были должным образом оформлены и записаны, что в итоге привело к банкротству компании. Анализ бухгалтерского учета компании показал, что внутрикорпоративные транзакции между двумя этими юрлицами, а упоминаемые 7000 транзакций, оказались неоформленными и неучтенными должным образом в бухгалтерских книгах. Учитывая данные обстоятельства, предоставляется крайне маловероятным полное восстановление всех движений средств, чтобы воссоздать данную внутрикорпоративную претензию. В итоге, после месяцев, проведенных по анализу ситуации, самая точная оценка претензии одного юрлица к другому составляет на уровне 3,5 миллиардов долларов. Binance начала выпуск токена TrueUSD, а цена токена True взлетела в небо. Торговая площадка начала переход на другие стейблкоины в связи с имеющимися проблемами у эмитента BUSD компании Paxos. 16 февраля биржа выпустила 50 миллионов токенов TrueUSD, согласно информации, находящейся в блокчейн. Токен TUSD был выпущен в 2018 году, а месяцем спустя произошел листинг на биржу Binance. Причиной такого шага, вероятно, стала недавняя информация о том, что эмитент стейблкоина BUSD компания Paxos недавно получила Wealth Notice, означающий, что регулятор SEC планирует начать правоприменительные действия. Но несмотря на то, что данная информация официально не была подтверждена и находится в состоянии слухов, Paxos сообщила, что выпуск BUSD будет прекращен с 21 февраля. Аналитическая компания LockOnChain также сообщила, что компания Alameda выпустила за все время 1,6 миллиарда TrueUSD, а Джастин Сан, генеральный директор компании Tron, выпустил 889 миллионов стейблкоинов. Отголоском этой истории стал взлет цены токена True. По всей видимости, мамкины трейдеры ошибочно связали токен TUSD с TrueFinance. Однако выпуск TUSD и TrueFinance давно уже не вместе. Trust Token продал TUSD в 2020-м китайскому конгломерату Techterix. Более того, в июне 2022-го Trust Token отделился от протокола TrueFi и был переименован в ArcBlock. Цена токена True взлетела на 200% и достигла максимума в 0.135, от нижней отметки в 0.044. В настоящий момент значительно сокращается по мере ухода FOMO и осознавания того, что эти токены никак не связаны. На пике объемы торгов поднялись с 2 миллионов до 250 миллионов долларов в день. Криптоинвесторов атакует новое вредоносное ПО, сообщает Cisco Talos. С декабря 2022-го программа-вымогатель Mortal Kombat и шпион Laplace Clipper активно бороздят интернет в поисках неосторожных криптоинвесторов. Вредоносное ПО работает в тандеме, проверяя буфер обмена пользователя на наличие цифро-буквенных цепочек. И если программа видит что-то похожее на адреса кошельков, то она подменяет буфер обмена, заменяя данные на адрес своего собственного кошелька. Данная атака рассчитана на невнимательных пользователей, которые могут не заметить подмену и отправить свои средства на не тот адрес. Как сообщает CoinTelegraph, есть и хорошие новости. Из-за того, что жертвы преимущественно отказываются платить вымогателям, объем криминальных средств за 2022 год сократился в отношении к предыдущему году на 40%. Но добавлю здесь свои 5 центов. Скорее всего, причина в криптозиме, которая безжалостна ко всем, включая криптовымогателей. Marketplace OpenSea обнуляет торговые комиссии. И все из-за конкурента Blur, обогнавшего в ежедневных торговых объемах площадку номер 1. Marketplace сообщил о том, что пересматривает в сторону снижения комиссии и более крупной заработки своих продавцов. Такое решение было принято на фоне утекающей базы пользователей в сторону своего конкурента Blur. Это изменение предусматривает торговую комиссию в размере нуля на ограниченное время, а также возможность установки опциональной комиссии самим продавцом. OpenSea признала сокращение базы своих пользователей из-за, цитата, других Marketplace, которые в полной мере не стимулируют заработки своих продавцов. OpenSea также признала, что последние события, включая решение Blur отменить заработки производителей контента и принуждение к ложному выбору своих продавцов между выбором ликвидности OpenSea и Blur означают, что наши попытки не приносят успеха. В общем, пожелаем удачи обеим площадкам, а здоровая конкуренция, как мы знаем, всегда идет на пользу покупателю. Центробанк Японии сообщил о том, что запускает в апреле этого года пилотный проект собственной цифровой валюты. Банк Японии сообщил, что спустя двух лет разработки Япония наконец-то вплотную подошла к первой фазе запуска собственной цифровой валюты. Она будет называться цифровой йен и в виде пилота будет доступна в апреле этого года. Но является ли цифровая валюта центробанков настоящей криптой? Ведь центробанки более 100 различных стран активно занимаются разработкой собственной цифровой валюты. И по заявлению правительств большинства стран, цифровая национальная валюта является в точности такой же, как и крипта, но только более безопасной, легитимной, а также дающей центробанкам больший контроль над экономикой страны. Но нет. Несогласные могут быть легко подавлены. Недавний пример протестующих водителей в Канаде показал, как далеко могут зайти правительства в целях удержания собственного контроля. Банковские счета людей были заблокированы даже в том случае, если они просто отправляли пожертвования протестующим. С цифровой валютой центробанков такие действия будут настолько же простыми, как переключение тумблера. И права людей высказывать свою позицию и протестовать урезаются кусок за куском. Мы видим массу примеров на протяжении всей истории, когда люди протестовали, чтобы остановить пародию на правосудие, или поменять несправедливые законы. В итоге авторитаризм возвращается. Покупайте биткоин. Но на его возвращение западное сообщество не обращает внимания, будучи увлечено своими собственными делами. А цифровые валюты центробанков будут еще одним инструментом этого авторитаризма. А биткоин совершенно не подвластен авторитарному ограничению. Обладание биткоином дает возможности в будущем. А без него его просто не будет. И российский центробанк не отстает от трендов. Цифровой рубль будет запущен в апреле этого года для осуществления транзакций peer-to-peer и розничных покупок. Цифровая валюта Центрального банка России уже готова к пилотному запуску, сообщила заместитель управляющего банка Ольга Скоробогатова. Пилотный проект подразумевает реальную работу для реальных людей, но только для ограниченного числа. В партнерстве с 13 банками, которые подтвердили свое участие в проекте. Изначально запуск проекта ожидался в 2021, но в банковском сообществе возникло опасение, что развертывание инфраструктуры цифрового рубля вызовет еще большую централизацию и обременение для кредиторов. Позднее Центробанк России пообещал изменить концепцию проекта, чтобы исключить нанесение ущерба традиционной системе. Почти все без исключения трейдеры фондовых и крипторынков хорошо знают об индикаторе 250-недельного скользящего среднего. Когда 50 недель пересекают 200 недель снизу, это по сути означает сигналом покупать, покупать и еще раз покупать. Но когда 50 недель пересекают 200 недель сверху, то обычно начинают происходить хорошие вещи, а 200 недель становится поддержкой. И именно сейчас это у нас и происходит. Но помимо этой классики, Джордж Танг нашел кое-что еще интересное. Давайте его послушаем. На это обратил внимание Джордж Танг. Давайте послушаем его, что он об этом говорит. Есть один парень на Твиттере. Он показал индикатор, который называется DCA. Я знаю, что такое DCA. Это усреднение в долларах. Но что такое индикатор DCA? Он работает так, если вы каждый день вкладываете доллар, делая по сути ежедневное DCA, и смотрите, находитесь ли вы в прибыли или нет. В итоге, какое-то время вы можете находиться в красной зоне, но рано или поздно вы оказываетесь в зеленой зоне. Вот так это работает. И как только вы переходите в зеленую зону, как только вы находитесь в прибыли, то обычно тогда с биткоином и происходят хорошие вещи. И данный индикатор загорался зеленым всего лишь трижды за всю историю. Посмотрите, мы недавно получили этот сигнал. И для сравнения, посмотрите, что было в 2020, когда мы преодолели коронадамп. Мы также перешли в зеленую зону. По данным этого DCA индикатора. И только посмотрите, что произошло. Огромный невероятный рост вверх. Да, если приблизиться, мы увидим массу волатильности, но в любом случае, это было начало бычьего забега. И еще один пример. Посмотрим на 2015. Когда индикатор загорелся зеленым, и посмотрите, что было с биткоином. Да, были движения вверх и вниз, но в любом случае, это было начало бычьего забега. И еще несколько комментариев по ситуации на рынке от Кевина Свенсона. Кевин ссылается на недавний выпуск, в котором он говорил об индикаторе RSI, и предлагает посмотреть на то, что сейчас с ним происходит. Друзья, посмотрите, мы на самом деле отскочили от уровня RSI 50. И это очень и очень ключевое событие. Потому что каждый раз, когда мы отскакиваем от уровня 50 RSI, начинается бычий тренд. Посмотрите, мы отскочили от уровня 50. В 2016 биткоин образовал восходящие низы и перешел в крупный бычий рынок. В 2012 мы насквозь пробили этот уровень и вернулись обратно. В результате образовался краткосрочный бычий тренд, за которым последовал ретест. Но мне кажется, более вероятно то, что мы увидим сценарий, похожий на вот эти линии. Биткоин, нежели увидим прямолинейный и агрессивный бычий рынок до момента очередного халвинга. Скорее всего, мы увидим биткоин, тестирующий более высокие уровни, в диапазоне 28,8-30К, перед тем, как будет ретест более низких уровней, с образованием консолидации, переходящей в 2024. Таким образом, оба эксперта сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе биткоин продолжит свой рост. Конечно же, будущее предсказать никто не может, но, как многие эксперты говорят, мы работаем не с уверенностями, а с вероятностями. И вероятности говорят об этом. И на этой позитивной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Желаем вам профита, отличных выходных и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова